МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 1300 дипломированных специалистов потребуются Восточному Казахстану к 2022 году. Возможные риски кадрового дефицита спрогнозировали специалисты региональных центров занятости и местной палаты предпринимателей. Впрочем, заводы и фабрики без квалифицированного персонала не останутся. В вузах области в этом году дополнительно откроют 400 бюджетных мест. 43 гранта выделят для кафедры атомной промышленности Технического университета Усть-Каменогорска. На востоке страны впервые в республике по инициативе Акима области начнут углубленную подготовку физиков-ядерщиков. Металлургическим гигантам региона таких специалистов как раз не хватает. Под инновационные программы и респективы внедрения IT-технологий в рамках проекта «Цифровой Казахстан» в региональных проектах откроются 70 бюджетных мест. Причем студентов-грантников гарантированно обеспечат рабочими местами. В Восточном Казахстане остановят процесс утечки мозгов, кадровые эмиграции. 400 студентов обеспечат грантами на весь период обучения. Из регионального бюджета только в этом году на эти цели выделят 5 миллиардов тенге. Институт выделения грантов Акима области и размещение целевого государственного заказа повысит доступность и бесплатность высшего образования для нашей молодежи. Явится действительно существенным стимулом, чтобы дети выбирали место обучения в Восточном Казахстане. В новом микрорайоне семьи начали строительство культурно-спортивного комплекса «Абай-Арена». В настоящее время специалисты устанавливают металлический каркас. Здание площадью 14 тысяч квадратных метров состоит из трех корпусов. В одном из них будет построен бассейн. Отметим, что спортивный объект возводится по международным стандартам. Трибуны будут рассчитаны на 5 тысяч зрительских мест. Сдать спорткомплекс в эксплуатацию подрядчики намерены через два года. На сегодня строительство идет активно. Отставания по графику мы не имеем. Мы с вами видим, что в этом году был дан старт строительству. И мы видим, что все три корпуса практически возведена металлоконструкция. Поэтому планируем данный проект закончить в срок. В России теперь можно заказать онлайн не только товары и продукты питания, а еще и бензин. В нескольких городах начали работу сразу два сервиса по заправке машин, припаркованных на улицах. Подобные услуги давно предоставляют в Северной Америке и Европе. Однако в России они особенно актуальны, учитывая суровые зимы. Новые стартапы готовы заправить в ваше авто даже тогда, когда вас нет внутри. Для этого необходимо установить на смартфон приложение. Сервис пока доступен в четырех городах – Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре. Пользователям не нужно объяснять операторам свое местоположение. Достаточно нажать кнопку. Систему вас обнаружат автоматически, пока эти два стартапа занимают лишь небольшую долю рынка. В день оборот топлива составляет от 16 до 18 тысяч литров. Это можно сравнить с дневным объемом продаж на среднестатистической заправке. Однако компании намерены расти. И расти есть куда. Уже существуют технологии, которые позволяют отслеживать наполненность бака и отправлять автоматическое сообщение о дозаправке, если он пустой. Кроме того, открывать крышку бака можно с помощью специального кода, который предоставляется дозаправочной компанией. Самая большая проблема была с тем, что люди просто не понимали, что это за сервис. То есть они думали, ну это когда вот там желтая лампочка или когда я где-то встал. И тогда мне нужно воспользоваться вашим сервисом. Срочно прилетели, да, как там пожарные или как там скорая помощь. Когда людям в телефонном режиме просто объясняешь, говоришь, знаете, вы можете забыть про ЗЭС. Миллион долларов столько индийская компания готова вложить в совместное производство лекарств. Проект не только промышленный, но и научный. В Беларусь индийские коллеги привезут новейшие разработки. Белорусские ученые также будут участвовать в исследованиях. Речь идет о полном цикле производства лекарств. Перспективы совместного предприятия стороны обсудили в Совете Республики. Эта компания более 80 лет на рынке. Производит более полтора тысяч видов лекарств. Одно из основных направлений от болезней дыхательной системы. В Беларуси партнеры намерены внедрить новые технологии. Сухое гранулированное и выпуск многослойных таблеток. Акцент нашего сотрудничества направлен на внедрение инновационных технологий в производство фармацевтической продукции в Беларуси. Мы предоставляем все последние наработки, чтобы производить здесь лекарства как на внутренний, так и в перспективе на мировой рынок. Организуем также стажировку производственного персонала в Индии. Президент России Владимир Путин одобрил инициативу о создании в Воронежской области особой экономической зоны. Глава государства на встрече с Рио губернатором Воронежской области Александром Гусевым поддержал его предложение. В частности, Гусев поступил с предложением о создании на территории региона особой экономической зоны. Гусев подчеркнул, что создание особой экономической зоны обеспечит порядка трех тысяч рабочих мест. Он добавил, что в регионе уже есть частично инженерная инфраструктура. Вы рассчитываете, как вы считаете, результат? Мы хотели бы в несколько лет отрасли уйти. Это все, что связано с радиоэлектроникой, потому что у нас большой концерн, расположенный на территории региона, который занимается сейчас оснащением армии. Мы, безусловно, не уходим к гражданской продукции. Если мы будем искать на счету для отмечения, мы не могли бы мы, естественно, с нами этим заниматься. Курс турецкой лиры к доллару США на фоне ухудшения турецко-экономических отношений в очередной раз обновил исторический минимум. Падение курса турецкой валюты произошло после заявления администрации президента США о пересмотре вопроса о беспошлином доступе Турции к американскому рынку. Что может повлиять на турецкий экспорт в размере 1 миллиарда 660 миллионов. Только с начала года турецкая лира потеряла 27% своей стоимости. Как отмечают эксперты, на ее курсе сказалось стремление президента Турции Рджапа Таипа Эрдогана усилить контроль над денежно-кредитной политикой страны. Статистическая служба Европейского союза Евростат впервые опубликовала цены на электроэнергию и природный газ по европейским странам. Согласно рейтингу, наиболее низкая стоимость электроэнергии в Болгарии – 9 евроцентов за киловатт-часов, а самая высокая в Бельгии и Дании – 28 и 26 центов соответственно. Правительства этих стран частично или полностью отказались от использования атомных электростанций и активно поддерживают развитие возобновляемой энергетики. Один из способов этой поддержки, получивший одобрение большинства граждан – повышение стоимости электричества. В целом продолжает прослеживаться тенденция, которая отмечалась в предыдущие годы. Тарифы на электроэнергию выше в странах со сравнительно развитой зеленой электроэнергетикой, ориентированной на возобновляемые источники энергии. Тем временем невероятно жаркая погода, которая установилась в странах Европы в последние дни, неожиданно привела к повышению цен на природный газ и электроэнергию, а также вызвала вопросы об энергообеспеченности региона в долгосрочной перспективе. Пик спроса на электроэнергию в Европе совпал со временем со снижением выработка ветряных электростанций в Германии и приостановке работы ряда атомных электростанций во Франции. Во Франции и Германии оптовые цены на электроэнергию уже находятся на максимальных для августа отметках за 10 лет. Франция считается неттоэкспортером электроэнергии. Снабжая соседние страны и сокращение поставок подстегнет рост цен по всему континенту. Компания Baidu, оператор крупнейших в Китае поисковой системы, готова победить в конкурентной борьбе с Google в стране. Об этом заявил гендиректор китайской компании. В своем посте Робин Ли отметил, что если компании столкнутся на этой арене, то Baidu снова победит. И добавил, что китайские компании сегодня обладают множеством возможностей и уверенностью, чтобы конкурировать на глобальном уровне. На прошлой неделе агентство Reuters сообщило со ссылкой на сотрудников компании и китайских чиновников, что Google разрабатывает специальную версию своей поисковой системы для возвращения на китайский рынок с учетом требований местных властей о фильтрации информации. Американский поисковик был в основном заблокирован в Китае с 2010 года. Тогда компания ушла с местного рынка из-за строгих правил цензуры в поисковике. До ухода из Китая Google контролировала около 41% рынка онлайн-поиска в стране, в то время как доля Baidu составляла 57%. Но акции компании упали на 8% на новостях о возможном возвращении американского поисковика в Китай. Амбициозные планы Google по возвращению на китайский рынок после восьмилетнего отсутствия могут не дать ожидаемого эффекта, так как на данный момент Baidu практически полностью монополизировал этот сектор в стране. Тем не менее, в опросе на местном китайском сайте более 80% респондентов ответили, что готовы отказаться от Baidu в пользу Google. Правда, публикация об этом пропала с площадки спустя некоторое время. Австралийский штат Новый Южный Уэльс полностью поражен засухой, заявили местные власти. Фермеры же подсчитывают убытки. За последние три месяца осадков выпало на 20% меньше, чем обычно. Недавние дожди так и не вселили надежду в аграриях. Фермерские хозяйства сталкиваются с перспективой исчерпать всю воду. Худшее в истории региона засуха отступать не собирается. Многие говорят, Австралия превращается в землю засух и наводнений. Премьер-министр страны ранее на этой неделе объявил о выделении помощи в размере 120 миллионов евро фермера. Больше всего пострадавших от погодных катаклизмов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова